Доброе утро, Найт-Сити! Очевидно, Найт-Ранеры снова резвятся в электросети! В Уэстбруке Травматим отскребает от асфальта жертв! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розе, и я наконец-то дождался скидочку на Киберпанк 2077! Всем советую поиграть в эту игру, но перед этим посмотрите, пожалуйста, нарезочку с багов, которые вас будут встречать и может просто отвернуть от этой игры. Пожалуйста, посмотрите. Отец! Ну ты видел? Видел? Отец, подумайте о ней. О, блядь. Отец! 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 Продолжение следует... 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 Рик выключит камеры, откроет ворота и вперед. Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить. Все просто. Как ты себе это представляешь? Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду, куда хочу? Кирку таких машин есть сигналка. Кстати, очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирка. Ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, брат. Так что, согласен? Согласен. Молодец. Я же говорил, что ты умный. Езжай в угли, это в плене. Рик будет ждать тебя в гараже. Договоритесь с ним обо всем. Ну, удачи там. Если что, я всегда на секунду. Не пизде. Да ну, не будет, брат. Не пизде. Я могу себе это позволить. Подайте мелочи ветерану. Кибернетический бог пожирает своих детей в Санто. Пусть приготовятся. Да, падро. Ну надо же, кого я вижу. Ви, давно не виделись. Не знал, что ты в городе. Я вернулся из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Так давай мы тебя подвезем. Заодно и расскажешь. Маркус, поехали. Тебя куда? В Гленн. Подбросьте меня к углем. К парадному? Нет, к черному входу. Я покажу, где встать. Маркус, ты слышал. Ну как тебе старый, добрый Найт-Сити? Заказы есть? Мелочь всякая. То тут, то там. Ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что? Атлант оказалась не такой, как ты ожидал. У меня особо и не было ожиданий. Я просто надеялся, что там лучше, чем здесь. Не лучше. Может, это все и к лучшему. Черт. Останови машину. Что такое? Ничего. Оружие есть? Себастьян и Барра. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. Раз и навсегда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Гленн и мы квиты. Можешь спать спокойно. Видишь, какой я добрый. Ну, папаша, что скажешь? Еще хоть одно слово? А ты не лезь. Я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну, что-нибудь еще? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Берегись, патрон. В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. Маркус, трогай. Я рад, что ты не забыл свои корни. Держишься молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Что за чувак? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится другой. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Встань вон там. Да, спасибо. Дальше сам спущусь. Вот, на прощание. Твой номер? Может пригодиться. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе. Как два года назад. Спасибо, падре. Мне пора. Ну, с богом. Да, стоп тебя. Да, стоп тебя. Ай, бля. Вин, как дела? Я на месте. Ищу твоего человека. Рик отличный парень. Отвечаю. Доверяю ему как брату. Да, чем могу служить? Я от Кирка. Ага. Камеры я вырубил. У тебя 20 минут. Делай свое дело. Кирк, вижу машину. Твой час настал, малыш. Действуй. Сейчас протестируем это чудо техники. Маловерный ты человек. Видишь? Мы богаты. Теперь заводи тачку и позвони мне с дороги. Подскажу, куда ехать. Ага. Похоже, проблем быть не должно. А ты еще кто? Вылезай, блядь, живо! О, блядь. Водить умеешь? Вылезай. Ты что творишь? Летинг-ган. Не с места. Твари арестованы. Никуда не дергаться. Поднять руки так, чтобы я видел. Медленно. Мордой в землю, сука, быстро. Джеки Уэллс. Мой добрый сосед. Так и не поумел ни на грамм. Эй, детектив Стинкс. Надо же, какая встреча. Инспектор Стинкс. Один хрен. Погоди-ка. Тебя тоже припоминает. Да? А я тебя нет. А ты вроде уехал в Атланту искать счастье. Похоже, не нашел, да? Я говорил, что у всей Хейвудской Берхоти одна судьба. Тут рождаться, тут шить и тут подыхать. Я, как всегда, был прав. Ни сюжета обо мне не знаешь. Кто, правда, глаза колет? Следи за языком. А то я рассержусь. Да ладно, инспектор. Тебе-то с этого что? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев. А может и вообще отпустят. Потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Скоро это они. Простые уличные бродяги? Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиоко. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги. Надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыли. Все это слышали? Бля. Что в вас всех? Вот честно. Там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Нет, Стинс бы так не поступил. Ты прямо уверен? Ну да. Он же сам из Хейвуда. Пиджаков ненавидит так же, как и мы с тобой. Просто делал, что должен был. И все. Если б не я, ты бы уже рассекал по городу на этой красавице. Нет. Это я виноват. Как это ты? Копы же не сами собой нарисовались. Это моя отмычка подняла тревогу. Ну, познакомимся по-человечески. Джеки Уэллс. Ви. Погоди. Ты бываешь в Койоте. Погоди, Уэллс? Как мама Уэллс. Ну, понятно, откуда я знаю эту фамилию. Все верно. Койот – это кабак моей мамы. Странно, как мы раньше не встретились. В Койоте я и получил заказ на тачку. От Кирка. Ты работаешь с этим обсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Вот я за него и вписался. Твой Пепе, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят. За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей. И могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Vamos. Вот так сразу? Ты мне только что пушку к виску приставлял. Да. Кто помогает моим друзьям, тот мне тоже друг. Ну, че, без обид? Без обид. Ну, че. Как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Нашей дружбы. Мы просто два сапога пара. Ну, давай, пошли. Я с утра ничего не ел. Еда, это хорошо. Пошли. Привет, привет, Найт-Сити. У микрофона Стэнли. Мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити, как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом устанавливает на улице и спрашивает. Закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по сто человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Мордан Блэкхенд и Уайланд Бо-Бо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше лиги люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство Орегет Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут все абсолютно насрать. Чего ты начинал и откуда приехал? Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал? Это Майт-Сити. Курат мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Я готов. Лифт. Пошли. Лифт. 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 Цель Сандра Дорсет Ее биомон пару часов как пропал с радаром Похоже, ее похитили Возможно, она уже мертва Не знаю, успеете ли вы Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами Но мы все равно одна команда Команда? Как мило Бак, ты все-таки наша поддержка Нужна поддержка? Звони по телефону доверия Номер 1237 Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона Хоть бы она была жива Ненавижу украть в спасателей Не тормозите, надо взломать дверь Сможешь обойти защиту Не высовывайся Мы что, опоздали? У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня Она девочка из высшей лиги А у этой затотеховские подделки с черного рынка Такие в любой подворотне ставят Это не она Ищем дальше Ви, не спать Тут еще пендехос Убери его по тихому Тише Красава Сам бы лучше не сделал Внимание, новые тела на подходе Они уже близко Мясники ебучие Поверь, на нем иду Не снимай И убери Кабранос Их тут как саранчи Давай, переждем Убери этого Только тихо Эй, возьми того, который ближе Возьмем их Суранте С этими разобрались Только это явно не все Идем дальше Я за тобой, Ви Причтем Субтитры сделал DimaTorzok И тебя увидят Сейчас мы всем покатим Матов Есть еще кто-то есть Найдите их и разберитесь Вы же не хотите подставить цель под обстрел Или получить полюс? Точно не хотим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ищите, должна быть где-то там Блядь, господи боже Это она Наша цель Мы успели? Она жива? Сейчас проверим Ви, подключись к ее биомону Проверим, что с ней Подключаюсь Выглядит она дерьмова Сандра Дорсет НС 570442 Платиновый статус в травме Платиновый? Бля К ней по первому чиху должны были приехать Видимо, что-то блокирует сигнал Могли ломануть биомон Поменять прошивку Запустить нейровирус Карахо Дибаг Это тебе не вип-клиника Тут ванны со льдом И клюки с топорами Значит, это что-то простое Есть мысль Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай Она заглушает сигнал Да, есть чип Сейчас выну Проверь биомон Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра Если вы в сознании Лягте наск Ожидаемое время До прибытия скорой помощи К месту вашего положения 180 секунд Монитор сказал, травма будет через 3 минуты Ваш страховой тариф Покрывает 90 процессов стоимости Транспортировки и лечения Попроси это Вынимай ее из этой херни О, блядь Она уходит Обеи, что у вас там? Только этого не хватало Джеки инжектор Лови, сэр Ну, вроде Вроде помогло Выноси ее отсюда Давай Выноси ее на балкон Осторожно Идет посадка Заключим на грузе Симу безопасности Следуйте указания Станет хода Пациентку На землю Пять шагов назад Быстро ТТ-133 центру Получили пациентку НС-570442 Вели стимуляторы Компамин 70 миллиграммов Нонотреновим 100 миллиграммов И бритв 800 миллиграммов Все, уходим отсюда Лифт едет прямо на парковку Круто Где бы руки помыть Так, ухожу из эфира До скорой встречи Слушай, Ману Тут вот какое дело Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисте Не на метро же мне ехать Буду выглядеть как абсос Да бери, конечно, Джек Только сильно не привыкай Ты прямо мой спаситель, Ви Что, может подбросить тебя домой? Ну давай Я все равно устал А, чуть не забыл Позвони сейчас в Акака Дай ей знать, что работа сделана Ви Как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова Мы же на это и договаривались Замечательно Твое вознаграждение ждет Приходи, забирай, когда захочешь Хоть сейчас Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется Домой Правда, Лотсон оцепили Везде полицейские кордоны Если хочешь проскочить Придется поторопиться Спасибо за инфу Я к тебе скоро заеду Говорят, копы оцепили Уотсон Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором Надо сваливать отсюда на полной скорости Положись на меня, Ману Я поведу Говорят, копы оцепили Как же круто в Найт-Сити Город как гора Только большой Нет, Ману Это необычный город Орган Блэкхэнд Эндрю Уэйленд Адам Смайшер Тут рождаются легенды Черт, жрать охота Заскочим куда-нибудь Ты-ка Джеки, Уотсон блокирует Ты не забыл? Точно Да, Блэкхэнд Мне кажется, или я так и знал У нас на хвосте висит фургон Тингадом И не нравится ли это? Совсем не нравится Это они! Их кто-то фурта! Дави на газ, Джеки! Давай, ведь! Тингадом надо! Не могу! Веди нормально! Держи, Сыр! Какого хера? Мерда, пардон! Попались, мрази! Ви! Зайцопать! Шингадо! Опортил я ведь твоей малышке Прости, Ви! Ничего, потом разберемся Надо сначала вернуться домой Они явно решили не мелочиться У вас он блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений Меры безопасности О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер Серьезно? А что вам не такого особенного? У вас доброе сердце Только тот, у кого доброе сердце Поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке Да ладно К своей девушке? Ну да Она с ума сойдет, если я к ней не приеду Я обещал ей, что буду образцовым парнем Она дала мне шанс Понимаете? Жаль, что так вышло Да сами смотрите Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный Пусть едут Больше никого не пропустим Ладно, проезжайте Большое спасибо Хорошего вам вечера, мадам А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь Когда это я был невежлив? Эээ, всегда Я всегда очень вежлив Ты глянь мне Тут все серьезно Как-то не похоже на обычный облак Так потому, что это не обычные копы Это Макстан Охотничьи псы нашей полиции Их вызывают только, когда ситуация выходит из-под контроля Хотя вот эти мужики им так надежут Все, спектакль окончен Просто не надо было нарываться Отлично Скоро будем у тебя А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хэйвуд не проехать Спокойно, Ви Меня пропустят Ты прямо уверен? Ну да Я снова буду очень вежлив Ладно, увидимся Передай привет вместе Передам Ай, Луик Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня Глава церкви Последнего Да Забыла сказать У знакомого Нитранера для тебя кое-что есть Пересылаю контакты Хвала тебе, небесный наш отец И наша вторая гостья Карина Ли Ведущая популярного шоу Чайпуйся Активная сторонница кибернетических инфлантов Ну, как жизнь, красотка Да, блин, опять ворота заела Может, ворота за ремонт платили А по-моему, у нас на юге Надо будет Попадать ворота Привет, мальчики И у микрофона Стэн И мы пережили еще одну огненную ночь В Санта-Даминго прошла горячая перестрелка Между бандой 6-й улицы И нашей бесстрашной полицией И у каждой стороны Конечно, свой ответ на вопрос Кто выстрелил первым? О, Ви! Ты что, не спал? Даже если нет Пора вставать Я, кажется, что-то подцепил Когда подключался к биомону корпоратки Нейровирус, наверное Надо зайти к Вику Пускай проверит, что там у меня в голове Ладно, давай подброшу Я на твоей тачке Одевайся и спускайся Жду внизу Привет, Ви! Это Реджина Джонс Если тебе нужна работа у Уотсоне Звони Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию Я ее коллекционирую До связи, Ви Падай, сука, давай! Нет, нет, нет А я его за начистоть не пойду Привет, Ви Хороший день для пары раундов Пойдешь? Привет, время местных новостей Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури В честь него по улицам Найт-Сити Проедут потрясающие многоэтажные телегидажи Программа фестиваля также включает Производное выступление виртуозов Играющих на биге И представление традиционных театров Спонсором фестиваля является Корпорация Араса И, что не может не удивлять Сама Ханака Араса Сообщила, что лично примет участие В параде дальше Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано А вот и наша звезда Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал Садись Сейчас папа доест И поедем к сеньору Вектору Ты вчера говорил про какой-то сюрприз Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое Ты же вечно все забываешь Короче, так сложилось Что я нарыл для нас офигенную работу Так Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная Но выдал ее один человечек Как же вы звали? А, да Декстер Дэшон 150 килограммов фиксера Чувак из высшей лиги Найт-Сити Черный Христос по смерти С собственной персоной Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично Один на один Так что сам понимаешь Все теперь зависит от тебя, если Ладно, договорись с ним Послушаю, что ему надо Декст, самый серьезный человек среди фиксеров Ты сам знаешь Я ничего не имею против Падро и Вакако, но Декстер, это высшая лига Понимаешь, о чем я? Нет, если честно Все как всегда Приходишь ты на чужую территорию Местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее Но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке Официант, который принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога Конечно, вы ходите вместе выпить Но бизнес есть бизнес Спасибо, мило с твоей стороны Мигель уж для меня постарался Тачка ездит как новая Это мы посмотрим Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает Погнали Ну бля Ты че с тобой спорить? Куда едем? К риперу? Эй, Эссе, не гони, а? Я ж только поел Я так и так собирался к Вику Да у меня свидание С Мистер Да ладно Прохладно Она милаха Понимает меня с полуслова Вот оно Пошли, Ви Найди меня, когда Вик почистит тебе хром И обсудим работу, которую Декс нам приготовит Привет, Ви Доктор Вектор тебя ждет Я тут пока посижу Нам с мистем надо поболтать Ты сегодня веселый Вики, привет Как твои риперские дела? Рад тебя видеть Привет Давно не виделись Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки Думаю, что-то подцепил Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект Сейчас вылечим тебя, малыш Ну а как ты вообще? Как дела? Мне нужен набор, как у взрослых, Вик Хочу прокачать оптику и поставить захват Да ладно Неужели? Наконец-то Вик, у меня новая жизнь Кто получает работу от Декса Дешона Тот переходит в высшую липу Старая техника не потянет А, само собой Ты молодец Только аванса он тебе не дал, да? Не ну, Дивик Я тебе все верну С процентами, как всегда Последний раз, слышишь? Давай в кресло Садись, расслабляйся Оптика, Кироши Лучшее, что у меня есть И как раз для такого случая Подключайся Подключайся Кироши? Вик, у них же лучшая оптика Ну а что? У себя тоже не на помойке нашли Я сказал, что заплачу, но На такую технику у меня вряд ли хватит Да ладно, придумаем что-нибудь Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым И с деньгами Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой Первый тип Не самый плохой сканер Он показывает данные на роговице глаза Ну а бонусом создает помехи для внешних Короче, объясню по-простому Если тебя засечет камера Лицо будет смазано Но учти, тело все равно будет видно и идеально Вот это подойдет Как раз коннектится с Кироши Я готов Вырезай Отлично Можем работать Давай клади свою руку Игрок высшей дыки Вот так Молодец Ну что? Сейчас обезболим И можно резать Чувствуешь что-нибудь? Тебе что? Прямо в подробностях? Ты сейчас как стоматолог Они тоже все время задают вопросы Слушай, не издевайся Я старый А рука у меня своя Заскользнет еще Сейчас будет темно Не пугайся Ну а теперь давай проверяй Как работает магия Я тебя подключаю Поначалу может быть неудобно Но там, знаешь, помехи Туман или там Размытость Ну как тебе? Все в порядке? Да охренительно Ха-ха-ха Сумя Теперь сканат Нужно пара секунд Чтобы к нему привыкнуть Но в жизни вообще Сразу мало что получится Потом сканер Синхронизируется с мозгом И будет считывать Твои намерения Через него у тебя Будет доступ К файлам полиции Если встретишь плохих парней Будешь знать Что они делали плохо Хе-хе-хе Тебе понравится Достань оружие Ты должен увидеть Счетчик патронов И новую мушку Черт, Виктор Даже не знаю, что сказать Пообещай, что будешь это принимать Два нажатия сразу И еще два через час И что это? Мягкий стимулятор Ускоряет нейротрансмиссию И устраняет часть Побочных эффектов От адаптации имплант Спасибо еще раз, Вик Я у тебя в долгу Покажи там всем Только старика не забывай Когда выйдешь там В свою Высшую элипу Твоя сердечная чакра Немного в дисбалансе Я ее гармонизирую Но тебе надо избегать Мест с негативной энергией И вообще всего Ви, тут такие новости Я поговорил с Дексом Пока тебе кромсали Он подъехал, чтобы С тобой поболтать Парканулся тут В двух шагах Около Грамс и Боргерс Окей Постараюсь договориться Привет Хочу тебе кое-что предложить Дело довольно деликатное В последнее время На улицах стало много Киберпсихов Ты, наверное, в курсе Меня эта тема Очень интересует По разным причинам Есть люди, которые считают Что киберпсихоз Можно вылечить Ага Слушай, я понимаю Как это звучит Но мне кажется Что экспериментальная терапия Это лучше, чем пуля в башке Если я узнаю Что у кого-то приступ Я тебе позвоню Может ты успеешь Что-то выяснить До того, как приедет Макс Дан Только не забудь Тебе не нужно Никого убивать Попробуй просто вырубить псих А я тогда пришлю за ним машину Надеюсь, все понятно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дэшон. Собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до тридцати? Мне важна победа, а не участие. Цена не главная. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное? Угу. О, Росаки. Это же не проблема. Нет, не проблема. А смертный приговор. Найдите их территорию. Они же нас раскатают. А как иначе, мистер Ви, больше риск, больше добыча. Первое правило по смерти. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного. Она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам. Начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из пассивики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пеку. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстремовцы. Среди этой техники был Боу. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрему. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижника, Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь план главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мэридит Стаут из Мелитеха. Что за человек этот, Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и все. Потом тело превращается в гуляш. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. И еще, мистер Ви. Так, тихая жизнь или смерть в лучах славы? М-м-м. До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Большой перестраховщик, я бы сказал. И своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрем его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил прику. Гварцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но... Не знаю, как она нам поможет. Чинган. А, не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркотабляторчка. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? Да Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Хозяин баррель. Итак, с кого хочешь начать? С Мальстремовцев или Спаркер? Я бы сначала встретился с Паркер. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Орали. Тогда я поеду к Олфудс и посмотрю, что там почем. Аста-луэго. У меня своя жизнь! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... 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 Блядь! Иду! Хороший выстрел! Милитех. У них эти дроны в каждой дыре. Давай за ворота. Там поговорим. Сучка из Милитеха.